Валять дурака. Знаете, что значит? Пытаться поднять пьяного. Вот когда мы человеку объясняем, у тебя совесть есть вообще или нет, ты нас любишь или не любишь, ты вообще для чего тут вообще живёшь. Когда вы человеку объясняете это, это вы валяете дурака, потому что вы не понимаете, что у него другое сознание. Вот в человеческом теле есть три вида сознания. Понимаете, есть пробуждающееся сознание, пробудившееся и бодрое. Бодрое сознание — это святой человек. Пробудившиеся — это люди, которые занимаются самосовершенствованием очень серьёзным, уделяют это время в жизни, они на это ставят цели, они понимают, что здесь ненадолго, а потом дальше надо что-то делать. Хочется дальше нормальной жизни. Вы говорите, вот поэтому, Олег Геннадьевич, мы на квартиру работаем, что дальше хочется нормальной жизни. Но смотря вы, насколько дальше смотрите. Насколько смотрим, Олег Геннадьевич, настолько и смотрим. Вот я и говорю, что это и есть пробуждающееся сознание. Человек не может жить чем-то дальше. Он не чувствует будущего. Вот как вы думаете, почему некоторые люди не боятся смерти? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Есть придурки, которые не боятся смерти. Это значит, что у них сознание какое затуманено. Они находятся под влиянием злых сил. То есть человек не соображает. Он идёт там в окно, вышагивает и полетел. Не соображает ничего. Мы не говорим про таких людей. Но если человек знает, видел, понимает, где он будет дальше, ему Бог показал место, где он будет жить дальше, и это место очень чистое, светлое, возвышенное, красивое, то раньше сядешь, раньше выйдешь. Чего ему тогда бояться смерти? Он знает, что смерть — это просто временное явление. А потом дальше он попадает в очень светлое пространство жизни. Гораздо лучше, чем здесь. Поэтому есть люди, которые не боятся смерти. Есть, конечно, люди, которые делают вид, что они не боятся смерти. Или настолько тупые, что не боятся. Но отсутствие страха смерти означает, что только знание может давать человеку такую уверенность. Поэтому есть пробуждающее сознание, есть пробудившееся, есть бодрое. Теперь у меня вопрос к вам. В чём разница? У людей, у которых пробудившееся сознание, у них правильно сформирована высшая цель человеческой жизни, которая формирует правильные мотивы жизни. Поэтому, когда человеку хорошо становится, он не расслабляется. Он, наоборот, ещё лучше идёт вверх. У него есть время молиться, есть время на какие-то очень возвышенные вещи потратить свои силы. Когда у человека правильно сформированы высшие цели жизни, у него всё в жизни налаживается. Потому что регуляция жизни идёт от двух сил. От судьбы и от Бога. От Бога редко. В основном от судьбы. Судьба как регулирует нашу жизнь? Если мы не в ту ботву заехали, то судьба нам приносит испытания. Есть плановые испытания, которые приходят просто с самого рождения, уже приходит время, и тебе надо будет пройти эти испытания. А есть те, которые связаны с неправильным направлением жизни, неправильным движением жизни. что значит неправильное движение? Вот как это работает? Вот перепутала мужчину с Богом, любилась сильно. Он будет рядом с тобой или нет? Нет. Почему? Потому что ты не туда поехала. Итак, если человек неправильной дорогой идёт, у него сформированы неправильные цели. Например, женщина влюбилась в ребёнка своего. Он родился. У неё нет стремления к высшей цели. Она просто для чего-то, человек должен для чего-то жить. И появляются естественные цели в нашей жизни. Вот допустим, работа понравилась, стала естественной целью. Ребёнок родился, стался естественной целью. Парень, молодой человек, появился, стал естественной целью жизни. Почему мы погружаемся в эти естественные цели? Потому что у нас нет более высокой. Потому что когда есть более высокая, то эти второстепенные цели, они вообще очень хорошо, что они есть. Они не являются помехой в жизни. Конечно, человек должен быть всем увлечён своей жизнью. Дети появились, надо быть увлеченным детьми. Парень появился, надо быть увлечённым парнем. Но в чём разница между верой в человека и просто как бы хорошим отношением к нему? Привязанность тоже хорошо. Но почему именно вера возникает? Потому что настоящее счастье, глубокое, глубокий смысл жизни каждому человеку очень нужен. Человек не может жить без глубокого смысла жизни. Каждому человеку нужно жить для чего-то такого очень важного. И если у тебя ничего такого важного нет, то ты важным начинаешь считать. А теперь можно сделать просто маленькую небольшую щелку. мужчины, там можно сделать теперь небольшую щелку. И тогда всё наладится. Всё, воздух пошёл, все уже дышат. А теперь небольшую щелочку. И он теперь постоянно будет в зал заходить, и всё, и мы будем сейчас... Да. Всё. И там тоже небольшую щелочку. Всё. А? Ну не, не, не надо, не надо. Оставьте пока так. Женщины сейчас будут кныкать всё равно, они мерзгачки же. Воздух нужен. Женское тело очень чувствительное, оно хочет счастья. Чуть-чуть счастья нет, и сразу оно такое... Ещё не надо. Вот, допустим, понимаете, да? Вера является самым важным в жизни. Этот человек верит, он чувствует, как классно жить. Вера — это то именно ощущение, что вот такое, что я не зря живу, мне классно, так очень круто. Люди в основном путают с работой. Говорят, если работа хорошая, то тогда мне классно жить, у меня всё. Поэтому он говорит, Олег Геннадьевич, где мне работать, чтобы у меня прям вот всё было классно. Работа — это деятельность. А вера, она глубже, чем просто работа. Это другой уровень понимания жизни вообще. И так как у человека нет веры, он, допустим, ребёночек родился, мама начинает верить в ребёночек сразу же. Ну, потому что больше никакой веры нет, а жить для чего-то надо. Что такое вера? Вера — это когда ты для чего-то живёшь. и мама начинает верить в своего ребёночка. А вера — это стержень жизни. Вот представьте, если с ребёночком что-то случится, мама сможет дальше жить. Она верит, если в ребёночка. Что с ней происходит? она просто затухнет, будет уничтожена как Личность. Или она верит в парня, с которым она встретилась. Как вы думаете, вера, вот если мы верим в человека, это помогает ему в жизни или нет? Вот я в ребёночка верю. Что с ребёночком происходит? Он начинает чувствовать себя Богом. начинает сразу командовать, наглеть, вести себя очень плохо, пользоваться положением, так сказать. Или ты веришь, допустим, в мужа. Как мужик? Кем становится? Монстром таким. Он начинает тебя эксплуатировать. И всё прочее. Или в девушку ты веришь? Как девушка себя начинает вести? Хочу пирожное, хочу мороженое. Начинает капризничать, то есть эксплуатировать начинает эту веру сразу же. И ты веришь в работу? тебе очень нужна эта работа. Как там к тебе будут относиться? Останься ещё по работе, ещё, то есть начнут тебя эксплуатировать, мучить тебя. Так? Вот таким образом регулируется этот процесс формирования веры. Если она неправильно сформирована, то ты куда попадаешь? В засаду в жизни. И вот что такое стресс? Стресс это когда у тебя ну вот что такое вера? Есть вот есть такая сила, которая нам высшее счастье дает. Есть такое понятие смысл жизни. Вот некоторые люди говорят, у меня нет никакого смысла в жизни. Не знаю, зачем я вообще здесь живу на этой земле. Это приятно вот так жить, не зная для чего. а если есть смысл, это классно. Смысл жизни это такая энергия, которая заходит в нас, которая дает сильную мотивацию жить. Там у революционеров допустим был смысл жизни сделать народ счастливыми. Они очень искренне верили, что если царя свергнут, то народ весь будет счастливым сразу, что все счастливо заживут, все будут равны, у них такая вера была. И они искренне жили, это искренние люди, революционеры, искренние люди такие очень высокими мотивациями, у них очень высокая мотивация была для жизни, они готовы были там аскезы совершать, лишения, ради блага народа, там народовольцы всякие, эрлиционеры. Я просто пример переводу, чтобы вы понимали, что, но конечно есть люди, которые имеют вот этот смысл жизни у них правильно сформировано, бывает неправильно. Если человек понимает, что цель человеческой жизни это святость, чистота, вот это божественное, то тогда чем отличается жизнь народовольцев от жизни Сергия Радонежского, допустим? Сергий Радонежский шёл куда надо и получил результат какой надо, а народовольцы получили как бы во глубине сибирских рот. Храните гордое терпение. Не пропадёт вас вечный труд. Придут собаки и сожрут. Шутка. Вот. Итак, смысл жизни может прийти в результате влияния судьбы и может быть сформирован знанием. Так вот, если вы смысл жизни не сформируете знанием, то тогда он придёт в результате влияния судьбы. Появится парень, которого вы полюбите, он станет смыслом жизни. Или появится ребёнок, который станет смыслом жизни. Или появится работа, которая станет смыслом жизни. И всё это, что вот это появится, приведёт вас к тяжелейшему стрессу. Потому что если смысл жизни у человека сформирован неправильно, дальше вмешивается судьба, не Бог даже, а судьба, она не даёт человеку идти этим путём, потому что это неправильный путь. так регуляция нашей жизни идёт. Ну, то есть регуляция идёт в результате самой жизни. То есть мы на ощупь живём чаще всего. ПЕСНЯ Это очень важно понять, что человек живёт для знания вот на этой земле. Вот то, что понято с трудом, то и есть самое дорогое. потому что есть знание реализованное, а есть нереализованное. Допустим, люди сейчас часто в интернет лазают, что-то читают, изучают. Это реализованное знание? Нет. Реализованное знание — это которое пропущено через жизнь. Если ты смог знание пропустить через жизнь, тогда оно становится реализованным. И сейчас мы с вами просто изучаем тему, она очень важна, поэтому я сделал эту тему, она очень важна. Потому что вся ваша жизнь, она как паук дёргивает за паутинку, так и смысл жизни является тем, что дёргает всю нашу жизнь. Вот если вашим смыслом жизни является ребёнок, значит, вся ваша жизнь будет вокруг ребёнка. Первое, вот вы, допустим, женщина, у женщины смыслом жизни стал ребёнок. Первое, что вы потеряете? Мужа. Мужа, правильно, мужчины говорят. Почему? Потому что какому мужику захочет такой женщины жить? Он ей не нужен. Я разок к маминой подружке пришёл в гости, мне было лет 11, наверное, но я изучал мир тогда, я смотрел, как все, кто смотрит, думает. У меня так сознание сложное. И она мне говорит, Олежек, съешь яблочко, пожалуйста, а то придёт муж и оно пропадёт. Как вы думаете, долго эта семья продержалась? Нет, потому что у женщины дети являются мыслом жизни. Вот если ребёнок съест яблочко, оно не пропадёт, а муж, если съест, то пропадёт. значит, муж свалит. Причина неправильная понимание смысла жизни. Или, допустим, влюбилась, есть такое понятие «любовь, вера». Если любовь, вера пришла в твою жизнь, это в целом ощущения такие очень крутые. Ну, так любиться, что прямо поверить человеку, это очень необычное чувство, такое классное. Ну, хорошо, а вот если человек, допустим, правильно цель сформировал, он в стресс заходит или нет? Нет. Нет, он не может зайти в стресс, потому что он жизненную нить или смысл жизни не теряет, когда его бросают, когда уходят из жизни родственники, он не теряет смысл жизни, а наоборот утверждается, он становится крепче, он как бы помогает, он старается, сражается, потому что правильная цель жизни формирует правильное поведение. И правильная цель жизни формирует успех также, потому что многие люди думают, вот Олег Геннадьевич, хочешь, чтобы мы Бога начали верить, тогда станешь нищебродом же. Нет, вы ошибаетесь, потому что когда у человека правильные мотивы, он всем нужен, он очень хороший человек в целом становится, он устойчив в жизни, потому что его не ломает, у него мотивация высшая, она дает возможно дальше жить. Потому что ломает, когда ты всё потерял. Тогда человек ломается, а если ты самое главное не потерял, значит всё нормально. Как можно почувствовать самое главное? Давайте послушаем примерное это ощущение. Потому что песни это в духовном мире, веды говорят, знание передаётся через пение. Потому что песня, она лучше всего даёт воспонимание, что такое. Поэтому все Священные Писания стихами читались, складывались, и пелись они, нараспев все. Потому что именно пение даёт очень глубокое понимание истины. сейчас мы послушаем. Когда человек привязался к святости, как он чувствует свою жизнь? Я когда был молодым парнем, у меня были очень искренние чистые мотивы внутренние. Я хотел людям помогать жизнь, отдать служение другим. И Бог меня послал заниматься служением в святое место, в Бриндаве. Там был такой госпит. Госпит это место, где люди уходят из жизни. И туда приезжали люди, которые хотели в святое месте оставить тело. И они с молитвами на моих глазах уходили из жизни. Я этим занимался, помогал им, чтобы как-то им полегче было. Я увидел, как люди с молитвой уходят из жизни, как их психическое тело растворяется, как они уходят в духовный мир, как они уходят с улыбкой на лице, как они уходят или получают высшую милость Бога. Например, одна девушка приехала уходить в жизни с раком крови верующая. Ей было 23-24 года всего, очень молодая. Но она интересна, как жила. Она говорит, я не хочу болеть, так же, как тёща меня говорит. И она каждый день ходила вокруг святого места, длительную ходьбу делала. Она неподвижно сидела, молилась, она постилась. То есть она всё делала, я тогда ещё не знал, что эти практики дают возможность избавиться от тяжёлой болезни, но она всё это делала, потому что она просто так хотела жить, она аскетично жила очень. И примерно, ну так как рак крови действует, то есть белые кровеносные тельца копятся в крови, выброс как бы происходит, и уменьшается количество эритроцитов, и человек как задыхается. И в какой-то момент он просто перестаёт дышать и погибает, такая медленная смерть. Увеличивается слабость. Я смотрю на неё, она что-то ходит, как-то слабость у неё, у неё приступы бывают, она отлежится, потом опять идёт, опять аскезы совершает, опять постится. Смотрю, как-то она такая очень восторженная всегда, радостная. И прошёл год, у неё прошли приступы, я говорю, а ты можешь сдать анализы, сходить? Она говорит, да и мне пофигу. Я говорю, я приехала уходить из жизни. Я говорю, сдай анализы, я начал наставить, она пошла, сдала, рака крови нет. Она вылечила. И потом она встретила очень возвышенного человека и встала его женой. То есть она приехала уходить из жизни, Бог ей подарил здоровье, ищу мужа хорошего. Всё. поэтому я посмотрел, я перенял этот вкус, этот вкус высшей цели жизни, отчего жить. Я увидел, как психическое тело после смерти обычно оно, ну я все эти процессы знаю, что происходит, когда сначала психическое тело, когда останавливается, сердце сворачивается вот в эту точку, потом оно выходит снаружи, потом разворачивается назад, потом начинает переформироваться психическое тело на то место, где ты будешь дальше жить. Этот процесс в несколько этапов идёт. Сначала скелет нового психического тела формируется, это быстро происходит, а потом дальше он нарастает психической энергией. С головы всегда всё это происходит, с головы вниз вот так вот это происходит. вот и когда уже нарастает и уже отправляют живое существо в другое место, где ему надо там вниз, это тело страданий формируется, вверх тело счастья психическое. Вот и представьте себе, человек уходит из жизни, его психическое тело растворяется вот так, его нет, превращается в счастье, в блаженство. что это значит? Значит, что человек идёт в духовный мир, где нет смерти, рождения. Психическое тело нужно только здесь, в материальном мире, в духовном мире есть духовное тело. Это значит, что человек достиг высшей цели человеческой жизни, он всё, сдал все свои экзамены. и я такое видел на тонком плане, когда это видел, просто вот так вот, диво-дивное. И что дальше? Всё. Дальше этот человек становится твоим ангелом-хранителем, ты можешь вспоминать его и получать высшее благо, милость. Дальше у него всё, вечная жизнь. Духовное тело, он живёт там, в духовном теле, как Личность. Богу служит всю жизнь. Духовные планеты есть, знаете, там никто не умирает никогда. Чем занимаются их? На работу ходят. Они занимаются тем, что они с любовью служат Богу. Даже на райских планетах там никто не работает, потому что там нет микробов и всё время одинаковая температура. Продукты не портятся, там очень высокие деревья. Когда кто-то уходит из жизни, я, если его провожаю, я могу увидеть, куда он попал вместе с ним. Там очень красиво, яркие краски никакие у нас, у нас всё бледно здесь, там очень ярко, красиво, вот я не знаю, в самом красивом ярком рисунке только если это может не обидеть. Там высокие деревья, это описано в ведах тоже, они могут несколько километров в высоту достигать, огромные пчёлы летают, цветы огромные, мёд стекает с деревьев, образуют ручейки из мёда, всё это не портится, потому что нет микробов. Если человек, фрукты огромные падают, когда этот фрукт упал, его можно есть неделями, он нектарный, приносит счастье, ты его ешь и танцуешь, поёшь. Есть два направления рая, в одном только все балдеют, а в другом занимаются духовные правила. И те, кто попадают туда, балдеют, они опять потом, когда кончается их благочестие, опять на землю или подхожие планеты спускаются, а когда они не балдеют, они дальше поднимаются вверх. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова